Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала «Мы родились в Сибири». И я хочу сказать, что после долгого перерыва я к ним вернулась. Вернулась и, честно говоря, думала, что у них ролики будут покороче. Думала, хоть что-то изменится. Но, да, изменилось кое-что. Я считаю, что в лучшую сторону. Но, конечно, еще не все. Надеюсь, конечно, что со временем изменится. И ролики, может быть, покороче будут у них. Потому как смотреть метровые ролики достаточно проблематично. Чуть позже скажу, конечно, что в лучшую сторону у них изменилось. Но началось все с того, что они поехали по магазинам искать тротуарную плитку. Поехала Юля и Галина Васильевна. Вот они поехали вдвоем и сказали, что плитку буду покупать по частям. Очень интересно мне подумалось, как это они собираются сделать. Но плитка дорогая. Поэтому буду покупать сегодня одну часть, завтра другую часть. Там через время, когда деньги появятся, третью часть. А в итоге купили 5 тонн плитки. Да, купили ее, насколько я поняла, всю и сразу. И это правильно, на мой взгляд. Потому как нет гарантии, что через время, когда они захотят купить еще одну часть плитки, она будет такого же качества, такого же цвета. Тем более, там 5 цветов. Плитка называется брусчатка. И можно выкладывать, конечно, любой орнамент из этих 5 цветов. Но нет гарантии того, что, во-первых, она будет к тому моменту, как у нее деньги появятся. Очередная сумма для того, чтобы купить очередную часть этой плитки. И нет гарантии того, что будет нормального качества и такого же качества. Я знаю по себе. Покупали мы обои, естественно, нам их не хватило по закону подлости. И один рулон пришлось докупить. И уже вроде как и номер партии такой же, и номер серии. В общем, все по номерам сошлось. А цвет не тот вот. Слегка, но отличается от остальных рулонов. Поэтому я знаю, что такое, когда покупаешь по частям. Может быть, конечно, с плиткой другая история. Может быть, не так это было бы заметно. И может быть, вообще она вся одинаковая. В принципе, все партии. Но лучше сразу купить все, как это сделали Юля и Вова. Ну, после того, как купили они уже всю плитку. Значит, все-таки были у них деньги на всю плитку. Хотя говорили, что вот эта брусчатка, это дорогая плитка. Значит, где-то были деньги. Тем не менее, говорили, что нет, 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 нам не хватит. Ну, слава богу, что хватило. Поехали за рыбой. Поехали за рыбой на рынок. И почему именно толстолобика хотели? Потому что толстолобика никогда не пробовали. Вот так. Я попрошу запомнить эту фразу, что вот толстолобика никогда не пробовали, сказали. Поэтому именно толстолобика хотят. Потом мы к этому вернемся. Бегом бегает, Галина Васильевна, говорит Юля. Бегом бежит. Очень интересная такая фраза, да. Вот фразы у них остались такие вот странноватые немного. А вот кое-что хорошее все-таки, да, к этому приду чуть позже произошло у них. Побежала Галина Васильевна в ряды рыбные. И все-таки там нашли толстолобика. Купили его за 600 рублей. Купили, когда уже шли к машине, говорит Юля, говорит, хавал едет. Сейчас нас как захавалит. Вот я не знаю, что хавал, как он может захавалить. Ну, видимо, Юля и Галина Васильевна знают. Наверное, она имела в виду большую какую-то машину, вроде грузовика. Ну, и приехали они домой, наконец-то, счастливые, довольные. Вроде как плитку заказали, толстолобик у них есть. Ну, и Иван Степанович отругал за то, что очень дорогую плитку купила Галина Васильевна. Плитку им, наконец-то, привезли. Привезли им 5 тонн плитки, 5 цветов, 5 тонн. Ну, каждая вот эта вот часть плитки одного цвета, это 1 тонна. Разгружают, конечно, Вова Ивана Степанович, а Юля и Галина Васильевна наблюдают. Говорят, ну, правильно, почему мы должны таскать? Ну, в принципе, да. Что-то вот правильное они говорят. Мальчик есть, пусть работают. Красивая ограда у них будет из плитки. Я, когда это услышала, думаю, боже, 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 ну, почему же это ограда? Ну, ведь это не ограда. Они сами говорили о том, что едут покупать тротуарную плитку. То есть, они понимают, что они купили. Значит, у них будет красивая плитка. Двор будет выложен красивой плиткой. Ну, так ведь? Нет, красивая ограда. Уникально. Все переначивают. Все слова по-прежнему перевирают. Ну, а дальше Юля нам решила устроить мастер-класс по жарке тастолобика. И кусок рыбы у нее поместился на дощечку, а кусок рыбы на столе. И она туда даже пленку пищевую не подложила под этого тастолоба. Так вот он у нее на столе и был. И я не удивлюсь, если она скажет, а, ерунда, а потом, мол, стол вытру. Да? То, что толстолобик запачкается столом, это как-то, ну, не знаю. Конечно, там не болото на столе, понятное дело, но для чего-то же существуют дощечки разделочные. Правда ведь? Хотя стол может быть чистый и прочее. Ну, хотя бы пищевую пленку подложила бы под тот хвост рыбы, да, который не поместился на дощечке. Кое-как Юля разрезала эту рыбу на протисленные кусочки. У нее не всегда это получалось делать самостоятельно. Позвала она, конечно, Вову. Вова помог ей разрезать, потому как на самом деле тяжело. Ну, для этих целей, конечно, я взяла бы ножницы. Есть же специальные ножницы для рыбы. Ну, видно, Юля об этом не знает. Ну, да, правильно, она же говорит, рыбу никогда, толстолобика никогда не пробовала. Значит, толстолобик она никогда не разделала. И, возможно, она поэтому и не знает, что у нее очень такой вот хребет серьезный. И, может быть, никогда, в принципе, они рыбу вроде толстолобика не покупали. И что такое рыбные ножницы, они тоже не знают. Ножницы для рыбы. Перекладывает она эти кусочки в мисочку. И называет эту миску, естественно, чашкой. Понятное дело, все неправильно называется. И тут она говорит, что толстолобика не только копченого ели. Значит, только что вы говорили, что вы толстолобика не пробовали в принципе. А тут выясняется, что только копченого. Значит, все-таки вы ели толстолобику, значит, соврали. Ну, так получается. Ну, а дальше мастер-класс по толстолобику. Как его резать, как его обжаривать, как его тушить в сметане. Ну, и для того, чтобы тушить в сметане, надо где-то вот эту заливку развести. Берет Юля мирную кружку и называет, говорит, это стакан. Думаю, обалдеть. Подмена понятий. Ну, ладно. Думаю, как называете, уже так и называете, что я буду делать. Краску для яиц купила Юля. Завтра с детьми будут красить яйца. Вот. Это хорошо, я считаю. Это здорово. Это замечательно. Это интересно. И детям будет и полезно. Правда? Ну, а дальше колодец. Колодец они перенесли из двора во двор. К так называемой... Ну, опять же, это называют только эти люди. Каны. Да. А на самом деле к септику. Перенесли этот колодец. И как-то так вот им там больше он нравится. Дальше Иван Степанович в огороде. Говорит, все цветет. И очень этому рад. Деревья, кустарники. Смородина он зацвела. Юля говорит, что многие не сажают тут огороды. Потому как поливаешь, поливаешь. А толку нет. Но вот эти люди. Вот Юля, Иван Степанович, Галина Васильевна, Вова. Вот они решили, что да, будут сажать огород. И будут поливать его. Но, несмотря на то, что соседи только вот траву подстригают газонокосилкой. И все, оставляют только плодовые деревья. То есть овощи не сажают. Юля говорит, тоже, мол, он не будет сажать овощи. Но, тем не менее, у них картошка вон взошла. Значит, картошку они все-таки посадили. Персики, яблони цветет. Абрикос в этом году будет. И я на месте Юли, конечно, бы побольше, если есть, конечно, желание закатывать, делать какие-то закатки, да. Какие-нибудь компоты или варенье. То в этом году, конечно, побольше бы абрикосов закатало бы. Потому как в следующем году урожая абрикоса не будет. Точнее, ну, не 100, но где-то процентов 80, что не будет точно. Потому как абрикос имеет тенденцию в этом году давать урожай. А в следующем вообще абрикоса нет. Причем не только в определенном хозяйстве, да. В определенном доме, домовом хозяйстве, а везде. Это как-то вот такая вот тенденция абрикоса, да. Пионы будут. И все постепенно, как Юля говорит, все постепенно цветет друг за дружкой. Вот так. Интересная фраза. А дальше вот то, за что мне хочется Юлю похвалить. Да, вы будете смеяться, но да. Юля молодец. Она вышла на улицу и говорит, вот в церкви колокола звен. И тут же она осеклась и говорит, звонят. Значит, все-таки смотрит мои обзоры. Как получается? Раз она стала исправляться. Я говорила в своем обзоре о том, что колокола не звенят, а звонят. Правильно? Правильно. У них звон колокольный. Вот. Ну и молодец, Юля. Смотрит мои обзоры, слушает мои обзоры. Молодец. И справляется. Теплицы, конечно, они не любят, они не будут. Теплицы содержать потому, как нет смысла. И лучше сразу все высаживать в огород. И яйца будут красить не в субботу, не в чисто четверг, как многие это делают, а в субботу. Ну да, в чисто четверг красят яйца только в том случае, если яиц много, там, не знаю, 80-100 яиц, более, на такую вот большую семью, да. То красят в чисто четверг с тем, чтобы яйца не портились. Вот парадокс такой, да. Хочешь верь, хочешь не верь. А в чисто четверг, если покрасить яйца, то они очень долгое время не портятся. А если семья небольшая, то, конечно, да, нет смысла заморачиваться этим в чисто четверг. А можно покрасить в субботу, конечно, накануне, правда? Дальше Юля делает салат, пробует его. И ложка этой, эту же ложку она предлагает, этой же ложкой она предлагает ребенку поесть из салатницы. То есть одна ложка на всех. А потом этой же ложкой, я так думаю, будут накладывать каждый себе порционный салат в тарелочку. Очень-очень это все мне, ну, как-то так, не понравилось. Но им нравится, они так делают. Значит, их так все устраивает. Ну, вот такой вот получился у меня обзор канала «Мы ради речь в Сибири». Всем, кому понравился мой обзор, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и встретимся в комментариях.